Если будут бить в эту точку и будут бить системно, а мы, наверное, на пороге системного удара, то это еще раз подчеркивает бескомпромиссность войны и отодвигание вот этих тоже красных линий. Мы же отодвинули красные линии и постоянно думаем, что русские будут продолжать в том же ключе и в той же парадигме. Я кому не задаю этот вопрос, все как-то отмахиваются и отнекиваются. Вы человек с военным образованием. Есть поле для маневра, куда двигать красные линии у противника? А скажите мне, пожалуйста, вот чем этот налет сейчас, ракетный удар, отличался от предыдущих? Где вы видите расширение красных линий? Где были объекты, по которым они не били? Они же били по объектам гидроэнергетики еще в апреле-майе. Они не по всем объектам били. Сейчас начали бить, я так понимаю, по тем, по которым они не били в апреле-майе. Я не вижу количественное расширение, да, но качественный скачок. Вот, например, идут военные действия на территории Украины, а мрасы перенесли их на территорию Российской Федерации. Вот это действительно отодвинуло красные линии, по факту. Но здесь просто количественное расширение удара. По поводу того, что они могут наносить эти удары постоянно. Понимаете, в чем дело? Я знаю, что очень скептически относятся к тем сообщениям, которые говорят о том, что ракетный парк Российской Федерации, он тоже конечен. Если посмотреть на маркировку ракет, которые прилетают, они, в общем-то, сделаны совсем недавно. Это не ракеты из запаса. Более того, сейчас сообщают о северокорейских ракетах, которые русские используют. Это же не от хорошей жизни. Если бы у них были ракеты в достаточном количестве, для того, чтобы наносить по нам удары каждый день, они бы это делали, Александр, каждый день. Но они почему-то этого не делали. Я думаю, что первая причина – это то, что у них нет достаточного количества для того, чтобы каждый день вот такие удары производить. И второе – вы же извините, но вы же посмотрите на те же Ту-95. Он может нести значительно больше ракет, чем он сейчас носит. Почему? Потому что у них тоже есть свои ресурсы, которые они не бесконечны. Их надо… новых не производятся, а те, которые есть, каждый их вылет – это уменьшение этого ресурса. Поэтому они по две ракеты, например, несут. Потому что у них возможность носить газы гораздо больше. Поэтому они все так радужно для них. И были бы у них возможности, они бы, конечно, их использовали. Даже я в этом не сомневаюсь. Независимо от того, пошла бы украинская армия в Курскую область или не пошла бы. Не, не, подождите, стойте, стойте, стойте. Нет, нет, нет. Вы не отмахиваетесь от Курской области? Потому что, ну, если верите… А почему-то это кажется очевидным, но есть нюанс на самом деле. Я хотел бы тоже об этом поговорить. То есть Курская область пишет нам… Ну, вы об этом упоминали, да? Западная пресса сорвала какие-то договоренности куда-то не бить обоюдно. То есть мы там не бьем туда, а русские не бьют сюда. Все, как бы это все отменилось. И этого больше нет из-за Курской области. Но я же вам говорю о лестнице эскалации. То есть, соответственно, ну, есть же полевые точки, куда будут бить россияне. И вот Киевская дамба – это, ну, вполне себе. Ну, это я просто как пример привожу дня сегодняшнего. Есть же другие какие-то точки. И вопрос же, в чем ключевой? В, как это, продумывании власти следующих шагов. Ну, это, конечно, прекрасно, когда Дуда и Зеленский шутят друг с другом, что мы там, Дуда будет звонить и просить Зеленского не бить по отступающим, бегущим русским войскам, когда они будут покидать территорию Украины. А тот отшучивается. Это все так выглядит, так по-праздничному. Но по большому-то счету, если серьезно подходить к разговору, я же, ну, пытаюсь как-то с вами нащупать вот этот момент. Вы стоите на позиции, что русские делают все, что они могут. Да? Да. То есть... У них осталась только одна возможность, вот этот ультиморациорет, который они не использовали. Последний довод королей. Последняя красная линия – это ядерное оружие. Ничего другого, нового, они придумать не могут. Ну, вот они лупят с 22-го года по объектам энергетики. Что нового? Ну, тактика применения ракет, да. Я сказал, что они усовершенствуют. Но они продолжают вот этим вот заниматься. Они лупят по аэродрому. Ничего нового абсолютно они не применяют. Искать какие-то болевые точки дополнительные – ну, что они еще нового? Вот если бы они ее нашли, они бы применили бы все возможные виды оружия для того, чтобы ударить по какой-то нашей болевой точке. Нету такой дополнительной болевой точки, которую они бы сейчас уже не использовали. У них осталось единственное, что это ядерное оружие. Поэтому вопрос только в одном – применят, не применят. Ну, могут и применить. Я не исключаю. Что за ситуация в районе украинско-белорусской границы с учением… Ничего. Забудьте. Забудьте. Вот Лукашенко, когда началось наступление в Курской области, получил огромную порцию критики за то, что якобы это он способствовал украинскому наступлению тем, что отвел войска. И, дескать, он договорился с украинцами, и поэтому они так себя вот решительно повели и взяли, начали наступление в Курской области. Сейчас он, дескать, исправляет ошибку и начинает какие-то там войска перебрасывать. Но невозможно наступать из Беларуси. Вот если вы посмотрите все войны, которые велись в свое время Российской империи, да, Советским Союзом, планирование наступления либо севернее Припятских болот, либо южнее. Наступать через Припятские болота невозможно. А вот именно Припятские болота отделяют Украину от России. Сейчас за два с половиной года, но уже там на Волыне, в Киевской области, значит, Черниговской, построена полоса укреплений достаточно мощная. Преодолеть ее очень тяжело. Там лесные дороги, кругом вокруг топи и болота. Вы не пройдете, вы не сможете там провести широкомасштабную наступательную операцию. Кроме того, если вы послушаете белорусских руководителей, как только украинская армия вторгнется, мы раздадим оружие, люди будут защищать нашу страну. Ну, туда точно никто не собирается вторгаться. Поэтому я думаю, что вот это все, это демонстрация, не больше. То есть, опять же, Лукашенко пытается отыграть ситуацию и показать, что вот мы тут можем наступать, и поэтому перебрасывайте сюда силы. Я в это не верю, честно вам скажу. Ну, смотрите, вы говорите о той территории, ну, Полесье, да? Так есть еще Чернобыльское окно. Уже закрыто. После того, как отошли в Беларусь назад, отошли войска, там уже все, как говорится, восстановлено. Как положено. Уже дураков нет. Больше, больше, ну, как говорится, на грабли никто наступать не собирается. Это точно. Переговоров не будет? Нет. Будут в одном случае, если Трамп придет в власть. Собственно говоря, на это надежда у, как мне кажется, я могу ошибаться, не только у русских, но и у Зеленского. Обратили внимание, что последнее интервью, которое было у Ермака огромное, он рассказывал, какой Трамп молодец. А Зеленский хвастался перед этим, что у него стичный номер Трампа. Они почему-то решили, что Трамп уже президент, и вот они там настраиваются на, подстраиваются под новую политику, нового американского президента. Ну, это как всегда, понимаете, вместо того, чтобы дистанцироваться, держаться подальше от всех вот этих событий, они вот почему-то решили, что нужно уже как-то пытаться наладить контакт. Ну, посмотрим. Трамп четко и недвузначно объяснил, до того момента, как пройдет инаугурация в случае моей победы, я посажу Россию и Украину за переговорный стол. У меня вопрос постой. Каким образом он может посадить Россию? Вот он скажет Путину, иди, садись, будем вести переговоры, Путин скажет нет. Или Путин скажет, я готов вести, вот мои условия. Ну, смотрите, это ведь, опять-таки, тоже дискуссионный вопрос. Новый президент, я почему-то уверен, что вот это вот обновление лиц, это всегда на пользу. Гипотетически представим, завтра в Украине завтра в Украине новый президент. У нас новые лица пришли к власти в 19-м году. Было обновление. Полное, тотальное, зеленое обновление. Новые люди, в них будут, які никогда не были при власть, які не были, вы получили ту власть, вот новое, полное обновление. Что мы имеем на сегодняшний день? Величайшего политического деятеля современности 5-6 менеджера, полная деинституализация Украины, обнуление Кабинета Министров, Верховного Совета Украины, правоохранительной системы, информационного пространства. Вот вам, пожалуйста, обновление. Вы хотите этого? Я считаю, что нет. Возьмите обновление в Иране в 79-м году. Возьмите обновление сейчас в Афганистане, новый закон принят, женщинам запрещено вообще разговаривать на улицах с кем бы то ни было. Это тоже обновление. Поэтому не надо считать, что обновление это всегда хорошо, иногда бывает плохо. Нет, я не говорю, хорошо или плохо. Это новые возможности. Я на этом... что приход Трампа к власти, это не про обновление. Это переход Америки в состояние глубокой изоляции. И что это? В хаос. Вот что такое. Ну подождите, ну о какой изоляции вы говорите? Трамп вообще главный глобалист. Ну, такое скажу. По своей сути. Позиция Трампа очень простая. Почему Америка сегодня несет на себе все расходы по поддержанию мира во всем мире? Почему наши войска в Европу? Почему Тайвань мы должны защищать? А вообще Украина непонятно, о чем мы говорим. Все. Хотите, платите. Не будете платить, мы не будем вообще в этом деле принимать участие. Я с кемчанином найду общий язык. С диктаторами. Это его. Вот его туда тянет. Истинный. Нет, никуда его не тянет. Истинный глобализм в этом и заключается. Чтобы с территорий, которые ты обеспечиваешь военным, политическим, либо экономическим контролем, получать деньги. Все уже поняли все про этот глобализм давно. Понимаете? И поэтому тут как бы я вам говорю о новых возможностях, которые будут открываться. Не надо путать глобализм с колониализмом. Это разные вещи. Вот когда Британская империя контролировала огромные территории больше, чем Российская империя, это была колониальная империя. Она получала оттуда какие-то ресурсы. Когда мы говорим о глобальном мире, то в этом глобальном мире должен быть порядок. А порядок это должен базироваться на международном праве. Если это право можно нарушать, если ты, будучи, еще не будучи президентом страны, говоришь о том, что ты с главным нарушителем поладишь, поладишь. Вы можете себе представить, чтобы шериф сказал, ну вот у нас бандит тут ходит, да, там всем ножом угрожает. Ну он хороший хлопец, ну что-нибудь. Андрей Алексеевич, подождите, вы живете в Украине, вы тоже себе можете это нормально представить. Ну послушайте. То есть шериф, то есть когда начальник полиции договаривается с бандитом, нормально. А что у нас, подождите, а что у нас не так? Подождите. Если у нас есть подобные вещи, то ты не знаешь, что это нормально. С этим надо бороться. И когда мы видим человека, который говорит, я буду президентом самой крупной, самой мощной страны в мире, и я буду договариваться с бандитами, то я говорю, что это не о глобализме, это немножко о другом. Это угроза всему человечеству. Поэтому я считаю, что вот те трампофилы, которые у нас есть, это люди, которые в общем-то не понимают, что они пытаются сотворить. Вот то же самое, что у нас было в 19-м году. Один в один. Ну, смотрите, вопрос дискуссионный. Давайте люди напишут в комментариях, что думают по этому поводу, потому что мы же видим, как ведет себя Соединенные Штаты Америки. Это страна, гегемон. В Израиле. И что, не пытаются договориться? Да. По рукам и ногам вяжут все стороны, все. Вот как раз Блинкин приезжает и по большому счету они пытаются усадить Израиль и Хамас за стол переговоров с целью освобождения заложника. И по большому счету американцы действительно пытаются как-то, чтобы этот огонь войны не распространился на весь Ближний Восток. И по большому счету, по большому счету втягивание Израиля сейчас в большую войну на Ближнем Востоке это втягивание в большую войну Соединенных Штатов Америки. Это по факту. И какой будет оттуда выход это никто не может представить. Поэтому они пытаются использовать все свое влияние, чтобы не разжигать войну, а погасить. Это нормально. Как будет вести себя Трамп, я не знаю. По крайней мере у него очень радикальные взгляды и на Иран, и на Китай. Его идея ведь в чем заключается? Наш главный враг это Китай. А поэтому мы должны создать коалицию против Китая. А что значит создать коалицию против Китая? Вот у него есть Россия. Надо с ней договориться. Что Путин хочет? Какие у нас проблемы во взаимоотношениях? Ты хочешь кемскую волость? Украину? На, возьми. Он не понимает, что Россия никогда не будет союзником США в борьбе против Китая. Это исключено. Просто исключено. Вместо того, чтобы искать взаимопонимание со союзниками своими, это Европа, Европейский Союз. Это Австралия, это Япония, это Канада. Это демократические страны. Он собирается договариваться с диктаторами. И это вообще, понимаете, это слом всего того, на чем стоят Соединенные Штаты Америки. Почему так Байден все время говорит, мы будем противостоять Путину? И Камала будет противостоять Путину? Потому что для него Путин это символ авторитаризма. Он сегодня является главным, с точки зрения Байдена, противником Америки, даже не Китая. А Трамп считает, что главный противник это Китай. В этом их разница. Почему публичные, прогрессивные люди выступают, многие, в защиту Дурова, а в Украине какие-то такие очень неприятные заявления? Александр, любое право, которое человек имеет, природное право, оно не может быть неограничено. Условно говоря, когда замечательная американская притча о том, когда хулигана привели к судье и спросили, почему он избил своего соседа, хулиган ответил, я свободный человек. И поэтому мой кулак может перемещаться в пространстве в любом направлении. На что судья ответил, дорогой, свобода движения твоего кулака в пространстве ограничена носом твоего соседа. Вот бить в нос, двигаться кулаку в сторону носа и трогать нос соседа запрещено. То есть твоя свобода кулака ограничена. Точно так же, когда мы говорим о свободе слова. Представляете себе, вот выходит человек и начинает на телевидении рассказывать о том, значит, там, не знаю, разжигать расовую, национальную, религиозную рознь и так далее. Мы же пометаем, что было радио Руанды, да? Сейчас их судят, международных военных преступников. Радио Руанды заявлял о том, что народность Туци, это тараканы, червя, ну, их надо просто уничтожать. Они сами никого не убивали, они просто призывали убивать народность Туци. Там был чудовищный геноцид в этой самой Руанде, маленькой Руанде. Так вот, когда господин Дуром создал площадку для коммуникации, он должен понимать, что этой площадкой будут пользоваться все. Ну, слава Богу. Да, как в добрых целях, так и не совсем. Ну, хотите или не хотите, но так бывает. Есть люди для нормальной цели общения. То есть, задача в чем заключается? Не в том, чтобы сделать нерегулированную площадку, а в том, какова должна быть мера регуляции. Потому что, когда тебе обращаются правоохранители и говорят о том, что вот у нас тут торговцы наркотиком используют твою платформу для общения, и вот решение суда, и мы хотим это самое. И когда тебе в этом отказывают, то ты становишься соучастником преступления. И не надо прикрываться свободой слова. Это очень плохо. Или там, допустим, детская портография. Ну, подождите, стойте. Ну, были обращения и были закрыты ряд телеграм-каналов и там связаны с исламским... им угрожали, что их вообще отключат. Ну, смотрите, а то как бы диалог идет, диалог шел. Зачем принимать и сажать человека? Просто мы же видим, что ну, это делает демократическая Франция. Правильно. а демократические США собираются закрыть и ток китайцы. И я вам хочу сказать, если вы посмотрите на Фейсбук, там чудовищная цензура. Поэтому давайте так. Ведь задача же не в том, что вот нет регуляции или есть регуляция, которая запрещает все. Надо искать золотую середину. Надо как-то отстраивать механизмы, при котором были бы достигнуты главные цели регулирования. Не в том, чтобы закрыть вами и мне рот, а в том, чтобы этой площадкой не пользовались преступники. Если дурак, конечно, дурак сегодня огромные доходы. Из-за чего? Из-за того, что он просто отметает любое регулирование. Но это неправильно. Потому что, если он это делает, это все равно, что вот я вот произложу пистолет и мне плевать, кому я его продаю. Я продал все, до свидания. Ко мне какие претензии? Тебе говорят, ну, подожди, у него должна быть справка, что он не псих. У него должно быть разрешение на пистолет. А мне плевать, я вот продаю все, я свободный человек. Так это не работает и не должно работать. и должен работать в рамках каких-то правил. Вот этих правил регулирования, вот этих вот интернет-ресурсов нет. Поэтому каждая страна пытается свое сделать. А я считаю, что должны быть какие-то международные правила отработаны. Раз вы работаете во всем мире, мы говорим о глобализации, должны быть какие-то отработанные правила всеобщие. Поэтому, вот пускай бы ООН этим занималась, мне так кажется. Пускай бы создавали какие-то вещи. Но этого нет. Поэтому возникают конфликты. То с Россией у него были конфликты. Теперь с Францией, то с Америкой и так далее. Но долго ж ты не сможешь маневрировать. Рано или поздно тебя кто-то вот привлечет к ответственности за то, что ты отказываешься сотрудничать с правоохранителями. Сейчас произошло во Франции. Вы себя слышите сейчас? Да, конечно. Тебя привлекут к ответственности за то, что ты отказываешься сотрудничать с правоохранителями. Да. Вот есть решение суда. Ты обязан нам открыть переписку вот этих вот людей. А ты говоришь, я не буду. Я плевать на вас хотел. Ну и что, что не преступник? Это ваши проблемы. Свобода слова. Поэтому я считаю, что отказ от такого сотрудничества это соучастие. Это правильно. Французы об этом прямо говорили. Он же не говорит, им уже не говорят о том, что вот нас критикуют Макрона, поэтому вот ты себя плохо ведешь. Нет. Это в нашей стране так, к сожалению, Александр. А там другие порядки. Там ему задают вопросы совершенно конкретные о террористических организациях. Мало было терактов у Франции. Вот эти, которые там расстреливали людей. По Шерли-Эбдо стреляли. Ведь если бы были бы нормальный доступ до, если бы они нормально бы взаимодействовали, возможно, что-то удалось бы предотвратить. Но этого не сделано. Слово процветает. Все отлично. Андрей Алексеевич, вы уже понимаете, что здесь очень тонкая грань. Да. Ну, вот смотрите. Абсолютно согласен. Стреляли в Шерли-Эбдо, поэтому заткнитесь. Нет. Не заткнитесь. Извините. Вопрос был к дурову простой. Если бы мы могли бы прослушать террористов переговоры, вот те, которые не используют ваши закрытые каналы, возможно, мы бы сумели бы это дело предотвратить. Но ты же сказал, что свобода слова пускай переговаривается от их света. В этом же и смысл, что ты можешь быть, мы же знаем по Украине, ты можешь быть завтра объявлен террористом в течение одной недели. Опять же, вы нашу ситуацию украинскую трансформируете на французскую. Но там правовое государство. Там немножко по-другому все. Мы опять же со своей меркой меряемся к ним. Если бы это у нас дурова арестовали, я бы с вами согласился. Потому как у нас вот Мазепу арестовали. Потому что он продал земельные участки сейчас возле этого Киевского моря, который сейчас ракетами отстреливается. Его вспомнили через много лет и так далее. Да, это в нашей стране я с вами согласен. И я понимаю ваше возмущение. Потому что вы трансформируете нашу ситуацию на ту. Но там немножко по-другому. Там ты, ну как вам сказать, вот сейчас вот интересно будет, что писать будет французская пресса. Там же вы не уйдете от каких-то публичных вещей. Это у нас президент может не общаться с журналистами, правда? И плевать на них с высокой гостой. Завтра, завтра пресс-конференция после форума. Мы посмотрим, как он опять будет рассказывать о том, что он великий, хороший. И опять ни одного острого вопроса. А у них же по-другому. И всем по-другому. Поэтому давайте подождем, пока вот француз с ним разберутся. Мне кажется, что не найдут общий язык сейчас. Дело не придет до 20-летнего заключения. Это только в России нашим азовцам по 20 лет дают, не за что. А там нет. Там так, так это работать не будет. В Украине время закрывать телеграмм? Ну, во-первых, закрывать телеграмм вот так, как у нас требуют. Нас сама власть не допустит этого. Почему? Потому что, если вы посмотрите внимательно вот это телеграмм-пространство, власть имеет гораздо больше ресурсов для пропаганды, чем вы там и кто-то другой. поэтому зачем закрывать вас, зачем закрывать телеграмм, если, по сути, пострадают больше интернет-ресурсы, которые имеют власть. Поэтому лучше мириться с тем, что вы есть, на телеграмм-канал, имейте свой телеграмм-канал, в то время как они имеют неограниченные возможности просто врать. Вот я вот написал в фейсбуке последнюю статью, вот помните, сейчас вот идет целая кампания по дискредитации политических оппонентов власти. Вчера про Лешка написали, причем что интересно, вот человек воюет два года, да, а он пуганый комбат, он там ходит с короной на голове, и вот эту вот фигню я посмотрел только из тех телеграмм-каналов, которые я отслеживаю, 15 телеграмм-каналов повторили слово в слово. Чем это отличается от темникова Медведчука? Чем? Тем, тем, что их пишет Даша Заревная. Но они их распространили, и они охватили огромную аудиторию, вы можете на своем телеграмм-канале говорить, это неправда, ваша аудитория услышит, а они услышали все. Понимаете, в чем дело? Поэтому, когда вот этот вот Юрчишин там выступает, мы там телеграмм отменим, ну, может выступать, власть этого не допустит, ей это выгодно. А регулировать телеграмм-канал у него не получится, потому что получится закрыть вас там еще кого-то, они бы хотели бы, это была бы, конечно, их мечта голубая. Но, я так понимаю, что до этого вряд ли дойдет. Поэтому в нашей стране телеграмм отменен не будет, он выгоден власти. Андрей Рио, мой сегодняшний собеседник, спасибо вам большое за то, что нашли время, поделились своими мыслями. Всего доброго. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.